всем привет меня зовут татьяна и вы на моем рукодельном канале сегодня пятница и как всегда это мой вязальный блог я не так много вязала но у меня есть готовые работы почему немного вязала потому что ну уже наверное знаете да кто меня смотрит что я бухгалтер у меня квартальная отчетность и на этой неделе я много работала все сдала и поэтому на вязание было времени немного но было а вот я еще на этой неделе сняла видео как я шью проектные мешочки кто хочет их со мной шить еще не посмотрел это видео заходить она вышла в среду мне интересно будет посмотреть вообще с какой ткани вы шьете какие у вас получаются может быть в этом свои какие-то размеры удобные придумаете для каких-то проектов я вот просто размеры для себя такие вывела и как бы шью именно такого может быть вы подскажете размеры которые вам нравятся и кто меня смотрит на центом можно в комментариях прикрепить фото но и написать какие мешочки шьете вы вот я уже не буду в конце этого влога к вам подключаться я руками в кадре там все рассказала все показала немножко хочу поговорить о планах на май потому что честно говоря я не знаю как у меня будут выходить какими вернее у меня будет выходить визуальные влоги а потому что я вступила совместный проект который называется носочная дюжина 2 это второй сезон который организовала аня полозняк в прошлом году он тоже был в мае месяце тогда я была только наблюдателя мне было интересно смотреть за девочками я переходила по хэштегам и смотрела как девочки начинают как девочки вяжут что у них вообще за это время получается а то есть смысл в том что за май месяц мы должны начать и она не обязательно закончить конечно 12 пар но я хочу конечно их начать и конечно же закончить вот по этим носочкам будет каждое два дня выходить отдельное видео то есть понедельник мы начинаем до вторника продвигаем во вторник выходит видео первого старта и так далее среду начинаем четверг продвигаем четверг выходит видео второго старта воскресенье выходной как выходной довязываем то что мы начали на неделе на вот поэтому я честно говоря долго думала вступать не в этот проект или нет но помню прошлый год девочек как мне было интересно и я перекладывала это все на себя и думала получится у меня или не получится но вот все таки они организовала второй сезон и я решила попробовать у меня есть всегда такое немножко как сказать поблажки такие могут быть в носочках да я думаю что если я буду совсем не успевать вязать я буду просто стартовать носочками торопышкинами которые я вижу за за часто вот чтобы уже мне их не накапливать и освобождать спицы поэтому потому что представляете если постоянно не завязывать носки сколько это нужно будет тогда иметь спицы но и код у меня что-то там решил в окно посмотреть наверно слышно да запрыгнул на подоконник вот такие они мои планы с носочной дюжиной конечно потому что будет выходить по ним отдельное видео и конечно я не буду их включать вязальные влоги но может быть уже когда они будут связаны я вам покажу все их кучка или как в общем вот такое дело и еще в конце мая не в конце мая в третьей декаде мая я не будет отпуск я уеду тоже не знаю честно говоря как там будет с интернетом и вообще связание у меня опять же будет продолжаться носочная дюжина как я там буду вязать и выкладывать каждые два дня я честно говоря пока не представляю но я все-таки надеюсь что у меня все получится вот такие у меня планы на май ну а теперь проходите не проходите а просто смотрите чего я там наделала эту неделю я надеюсь вам будет интересно может быть даже чем-то полезно да все вам приятного просмотра всем пока всем привет 20 апреля у нас сегодня суббота я пришла со встречи клуба и решила к вам подключиться думаю а то моя корзиночка вот это совсем пустая что ж я буду завтра утром вязать и с вами мы ее наполним я вот тут принесла на свои коробки с хлопком и хочу показать все что я сегодня взяла на встрече у нас было опять пряжа думала не буду ничего брать но все-таки взяла 3 ма . вся пряжа деревенская пехорки вот такой красивый цвет почему-то его редко приносят но такой симпатичный называется бордо но он совсем не бордо как мне кажется вот и вот эти цвета вот этот вообще необычный цвет мне кажется я не видела у деревенской такую пряжу как же называется табак называется очень красивая расцветка мне прям понравилось не вот это светлый терракот вот я наверное буду сочетать вот эти две вместе очень красивая вот 3 ма . я принесла так ну и теперь давай давайте посмотрим что я делаю что вижу и наберем хлопка в мою корзинку я вижу плед я вам показывала что начинала да это плед не торопышком это плед для меня чтобы был всегда рядышком и можно было просто укрыть ноги когда вижу когда прохладно у меня вот такие наконечники для спиц это подарок галины канал галина о вязании такие милахи так ну в общем вот вот эта лицевая сторона пледа я говорила что буду его вязать узором ажурным узором также как вязала палантин вот эта лицевая сторона вот это изнаночная мне нравится и та и другая очень красиво смотрится мне нравится прям и пряжа приятная и рисунок классный но мне он нужен примерно метр я не верила но где-то примерно так он и получается может быть чуть больше вот так и я хочу начать плед вязать торопышка в конце прошлого влога я показывала что хочу вот из этой пряжи чеки . порвалась у меня камелия наверное называется цвет и вот такой плед потому что это слишком ярко как мне кажется будет на пришлось отключиться отвлеклась на кота по моему я остановилась на том что говорила буду вязать пледик вот такой потому что мне кажется очень ярко будет если вязать шапку да вот такую я решила все это с лепешить и будет плед вот этот моточек не полный грамм 60 вот этот целый в общем вот так я хочу начать его прямо сейчас вот отключусь попью наверно чай или кофе и начну вязать вот этот плед я всегда когда со встречи прихожу на смотришься там столько красоты вообще прям и сразу хочется прийти и начать начать вязать и именно торопышком начать вязать они что-то другое потому что такой вдохновленная столько всего красивого и интересного поэтому вот этот плед начну вязать прямо сейчас и давайте посмотрим что в моей корзинке игрушечной я связала две заготовки на осьминожек вот одна и вот вторая желтенький тут прицепился вот осталась у меня совсем капелька но это либо полосочки куда-то добавлю либо что-то и также у меня лежит все же этот арбуз и заготовки на цветочек я с моей этажерке взяла зеленый моток довязать арбуз цветочки так и давайте еще выберем хлопок с моих вот этих корзинок вот одна вот вторая большая тут у меня всякие разные я не знаю что буду вязать и что возьму давайте с вами посмотрим здесь вот у меня находится пряжа такая всякая разная которая мне наверное не очень нравится по крайней мере вот это сверху да но ее тоже как бы надо связывать я думаю что вот это была бобинная пряжа она же вот она же вот я наверное ее возьму и хотя бы вот этот маленький на что-то извяжу ну не знаю я попробую видите здесь сколько маленьких ниточек как она вообще будет вязаться попробую вот этот моточек извяжу потом если что уже приступлю вот к этим если уж совсем не смогу вязать но не знаю с кем-то наверное с девочками поделюсь в общем пока беру вот этот маленький дальше что у меня тут и вот это пряжа у меня есть вот это которую татьяна волынкина мне передавала наверное я возьму какой-то такой моточек вот хочу сиреневый взять давайте я возьму сиреневый это 100 граммовые моточки хлопковая пряжа 100 граммах 350 метров ну в общем вот такая не знаю может быть что-то добавлю в общем беру вот этот моток с этой корзинки все пока больше не буду брать и сейчас еще с маленькой что-нибудь выберем здесь у меня уже так поинтереснее пряжа вот такая что у меня тут есть вот что у меня тут есть ох мне оказывается вот типа зеленого какого тут есть так тишина шерсть откуда-то попалась так чтобы мне взять может быть мне вот эту ниточку добавить нет она толстая наверно думала может быть ее вот сюда добавить попробовать да наверное я возьму вот этот моток и попробую добавить если что ну что-нибудь придумаю так и чтобы мне еще взять этот светленький зеленый учета как-то не хочу и вот этот вот надо и связывать розовый взять вот так вот что ли розовые смиксовать и связать потому что тут тоже тонкая нить тогда беру вот это место много занимает я вот так смиксую и что-то свяжу вот все давайте посмотрим что у меня тут есть вот такая два матка 100 граммовых больших вот они и вот этот не знаю сколько такой и вот все полная корзинка моя ну на этом наверное все да что я вам хотела показать и я пойду пить чай либо кофе и начну вязать плед до следующего подключения в воскресенье вечер сегодня ну и хочу вам показать мои труды за сегодня вот такой носок у меня получился я вязала на прошлой неделе вот такие носочки и у меня но хватает я разделила ну не разделила взвешивала на весах и вот половину и связала моточка и вот так у меня хватило это у меня тоже сейчас возьму вот он моточек это тоже грузинская шерсть вот такая и вот такой носочек получается я начала 2 вот только резиночку отвязала и я думаю что я сегодня его довяжу у нас еще время седьмой час наверное около семи вечера поэтому я думаю что я его свяжу и мне вот хочется да показать до вто какие и я думаю что я наверно завтра подключусь уже по-нормальному и покажу после вто какие носочки мне нравится как пряжа меняется как она раскрывается первые мне было очень непривычно и неудобно вязать что она такая шерсть шерсть прям но сейчас я привыкла и честно говоря мне нравится несмотря на то что руки пачкаются ну вот такой один готов пошла вязать 2 сегодня понедельник у нас 22 апреля и хочу показать что я делала на выходных я вчера подключалась показывала один носок до вто вот они у меня теперь оба готовы вот такие носочки я их уже постирала сушила на блокаторах размер 43 теплые колючие классные вот такие мне нравится после вто это пряжа вот такая пушистая классная линия цвет я на прошлой неделе вот такие полностью вязала говорила да что не могла вы стирать я просто краска смывалась и смывалась а в этот раз еще добавился зеленый он тоже очень сильно красился но вроде бы по цвету так яркие остался вот такие носки я их связала на благотворительность не знаю куда кому пока просто буду складывать у нас девочки вязальные подруги мои вяжут для как галя говорит галина вязание для теплого проекта хурма подопечные у них это бездомные они на новый год им дарят носки варежки шарфики и шарфы такие большие довольно таки и шапки вот возможно эти носочки пойдут туда они собирают за год все что навязывают собирают в декабре по моему чтобы к новому году все это подарить вот но не знаю я пока вижу пока складываю а уж куда именно я ее тенок будет видно довольно носками классные теплые в пятку в мысок я добавляла для укрепления ниточку ну ее даже не видно кстати она была такого болотного цвета кажется как будто один больше другой меньше ну ка нет все хорошо но вот у меня готовая работа и это я вчера связала за воскресенье получается так но растут корзиночка что у меня я связала одну заготовку совы вот она и начала вторую заготовочку вижу из вот этих двух моточков я показывала вот такие миксую по толщине самое то чтобы что нужно получается и вот так мешочков я так и не шила наверное надо завтра сесть и сшить ой очень я не люблю шить мешочки для игрушек я уже на встрече этот раз были я девочкам говорю девочки нашите мне мешочков в общем у меня вот здесь не собранные лежат но надо взяться и сшить конечно мешочки и делать игрушки ну я очень люблю вязать заготовки мне кажется я бы их кучу навязала если кто-то за меня их потом еще доводил до логического конца было бы супер а тени это не значит что у нас вечер это день но у нас очень пасмурно сегодня дождь и вот приходится с отключенным светом снимать и такие тени так что я еще делала говорила что начну плед торопышком я его начала вижу полосатый двухцветный пряжу я все вам показывала и вот что у меня тут получается плед от угла платочной вязкой вот такой яркий получается начала я с цветного и здесь полоса чем по 4 ряда каждого цвета и закончится у меня плед скорее всего вот таким цветом по это потому что вот этого меньше я думаю что противоположный кончик будет розового цвета но так она мне кажется даже не будет вообще классно вот и еще мой один процесс это плед который я вижу уже себе я связала один моток вот у меня осталось от одного моточка 100 граммовые начала вязать следующий ряд поняла что мне не хватит вот этого кусочка и я распустилась вернулась назад вот я его замерила кстати я у меня в планах было связать метр шириной ну а высоту уже посмотреть какая получится я вязала образец и набрала петель и я сейчас прям вот у меня тут лежит рулетка моя любимая моя любимая я покупала такой наборчик с ножницами и смирила у меня получается ровно метр ширина вот он такой он нравится мне этот узор девочки попробуйте красивая ажурная сетка по-моему так называется мк на ю тубе что левое что право левое правое в общем вы меня поняли да что изнанка что лицевая сторона мне нравится одинаково вот это лицо очень красиво и одного мотка мне хватило здесь 20 сантиметров вот получается у меня пять мотков упаковка мне хватит на плед метр на метр но мне хочется конечно его прямоугольный поэтому я закажу еще два мотка я смотрела на vb по 2 ма . продается закажу 2 ма . и будет у меня метр на метр сорок где-то вот таких размеров вот такой плетик небольшой меня устроит вяжу я его чтобы он у меня был рядом со мной где-то на кресле когда вижу укрывать ноги вот это все чем я занималась на выходных сегодня вечером я буду вязать вот этот плед и пока все с утра как всегда игрушки и буду продолжать вот этот плед ну и конечно же вот этот хочу еще начать носочки не знаю с чего пока посмотрю на благотворительность тоже детские носочки размер от ну наверное на размер 32-34 свяжу вот так но не знаю до следующего подключения ночные носки или нет но хочу в первую очередь связать вот этот тропышкин плед ну вот и все давайте до встречи до встречи Субтитры подогнал «Симон» 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 здесь у меня вот так котик ну тут просто арбузик внутри подробно прям я мне кажется подробно показала как я их шью а здесь у меня барбоски внутри выглядывает вот такие мешочки вот этот будет мой но этот шила чтобы был скорее всего кому-нибудь подарю что я еще делала вот готов мой плед я от него балдею мне он доставлял удовольствие когда вязала прям знаете мне она напоминает не она он плед напоминает мне ягодную корзинку черная смородина красная смородина листики вообще наверное смесь каких-то ягод глаз я там вставляла видео немножко как я его вижу очень довольна вот вот эта ниточка которая красила сама она у меня ушла в ноль и вот розовенький уголок да все вот здесь закончилась плед 50 на 70 как обычно для торопыжек ой зацепилась у меня тут корзиночка с игрушками стоит так все конечно же довод его стираю перед встречей все так давайте заглянем мою корзинку у меня здесь уже вообще бедлам так скажем вот она вчера когда шила мешочки и сшила несколько мешочков для игрушек потому что почему у меня здесь столько всего много потому что мне не было мешочков и я их не люблю жить я уже говорила вообще люблю шить мешочки из трикотажа я сегодня кстати заказала трикотаж просто там метр на два метра по моему кусок идет обычно белый трикотаж буду шить с него вообще можно использовать футболки майки я и покупала беленькие недорогие выбирала большие размеры в ленте да там были мальчики раньше у них вообще по 73 рубля по моему сейчас они в два раза дороже и их покупать невыгодно лучше купить ткань вот у меня спрашивали какого размера мешочки делаю ли я их по форме игрушек нет конечно же по форме игрушек я их не делаю вот у меня были всякие остатки какие получались такие и нарезала да здесь вот совсем маленькие вот такие малыши у меня пойдут на серединку цветочков у меня там есть вот этот длинненький вроде как бы узкий он у меня пойдет на только арбузика вот самые стандартные примерно вот такие они отлично подходят к совушкам вот так это будет все выглядеть конечно я их выворачиваю потом просто как прошиты так удобнее хранить либо на осьминожку тоже такого размера прекрасно подходит вот здесь вот такой остаток был с двух сторон прошиты да тоже вот так потом все это сверху зашивается вот эти чуть большого то я ну просто была такая полоска я уже не стала высоту обрезать в общем тоже обычные такие стандартные как бы размеры да вот если интересно скажу дождь ну нет давайте не дошла а вот как у меня есть до семь с половиной на 12 вот такой вот для меня как бы самый оптимальный размер можно даже поуже да просто опять же ткань какая была вот так и здесь у меня десять с половиной здесь почти восемь вот такие всякие кусочки на морковку я шью допустим по уже подлиннее но никак не форме треугольника ничего вот просто вот такие я из заготовок связала еще вот такую сову и вот такой вот эту я вам показывала по моему и вот такую здесь в ноль извязан розовый и потом у меня тонкая нитка розового оставалась она вот здесь и здесь и я ее смиксовала вот с этой тонкой ниткой все то тоненькая розовая тоже закончилась сейчас я ну либо не сейчас вечером я соберу вот эти игрушки потому что их уже здесь много мешочки у меня теперь есть и вот с этой пряжи очень удобно вязать ее куда-то полоски добавляла не знаю что с ней делать ой не знаю так чего я еще делала чего я еще делала я вязала носок носок до собралась вязать чтобы отправить таню валынкиной в детский дом для детей и 7 12 лет набрала носочки вижу получились очень большие я все распустила вот видите намотка и вот заново провязала то есть понимаете да сколько у меня было провязано что у меня еще здесь осталось набрала меньше и у меня теперь получается вот такой носочек из чего вижу вот эти голубенькие полоски остатки от остатков которые я пыталась связать на прошлой неделе вот эта пряжа это у меня была в адвенте к 8 марта а татьяна в подарок приходила 3 ма . это вот такая рассказовская пряжа меринос здесь по моему 80 процентов до мериносовая шерсть 20 процентов акрил 100 граммов 200 метров я сначала начала вязать из из одной ниточки только из этой мне показалось тонковато мне хотелось таким потолще носочки и я добавила вот такую серую нитку это нитка у меня начатый моток этикетки нету но это вот такая ореола это по моему белорусская пряжа минск до полушерсть 50 грамм 455 метров 20 шерсть 50 полиакрил и 30 полиамид ну я думаю что они конечно и покрепче буду там получше носиться вот такие мои дела немножко совсем вязала плед мой голубой покажу его завтра уже не стала приносить мне кажется я так много вам наговорила в этом подключении в общем вот так мои дела все завтра увидимся ну вот у нас уже пятница 26 апреля и давайте подведем итоги моего этого вязального влога моей этой недельки я собрала вчера 5 игрушек наконец-то вот такие получились вот чем мне нравится с одной стороны вот такие мешочки хлопковые да не трикотажная обычная тем что когда набиваешь игрушку полотно не растягивается и они такие плотненькие получаются но чем мне нравится не очень удобно набивать неровно но у меня так получается неровная вот этих вот осьминожек и мяло и мяло чтобы более-менее поровнее были а то прям что-то совсем какие-то корявые были вот 5 игрушек у меня готова и что я тут вижу свои корзинки что у меня лежит я набила середку цветочка это был у меня мешочек еще даже меньше вот этого самое то для вот таких серединочек вот они маленькие да у меня их еще два но вот этот побольше правда но для сравнения да для цветочка какие подходят и для основной игрушки ну обычной вот такой вот все я вижу спиральки и сам цветочек у меня будет вот такого фиолетово-сиреневого цвета вот и набила я еще дольку арбузика мешочек был длинненький и узенький прекрасно набился и не растянулась полотно перед этим у меня были арбузики там было трикотажный мешочек был и они прямо у меня такие были пузатые эти вообще такие такой хорошенький получился вот как дела с игрушками буду как обычно продолжать вязать на следующей неделе ну а это готовые так показывала вам носочек все я связала его блокатор у меня размер 32-34 мерила по нему и шов у меня что здесь что здесь вот так идет да обычно я делаю тогда шов вот здесь внутри но так как это детские носочки я не думаю что дети будут разбирать где там левый носок где правый носок поэтому я не заморачивалась и вот такие они получились все уже прошли в это хорошенькие носочки вот и что у меня за эту неделю связалась две пары носков вот эти я вам показывала классные мужские детские носочки 5 игрушек готовы и вот этот мой ягодный плед такая ягодная корзинка готова все на этой неделе вот они мои готовые работы так дальше что я буду делать я подобрала вот такой моточек пряжи этот розовый у меня оставался вот отсюда и вот этот цвет называется ежевика и я буду вязать носочки шапочку и жилетку вот к этому пледу будет большой комплект это мне задание на сегодня завтра наверно послезавтра на ближайшие дни в общем так и что у меня еще на спицах на спицах мой плед вот такой я присоединила 2 моточек вот здесь и вот так вот провязала вот такой получается буду вязать его дальше очень приятный я вижу 100 пряжи первый раз ализе babybest но очень приятная ниточка мне кажется даже на плечевое изделие это было бы классно не очень для плечевого хорошо что это акрил бамбуком да но по в плане приятности к телу мне кажется это конечно да вот таковы мои планы плед маленький комплект пледику и игрушки больше я скорее всего ничего не успею за следующий вязальный влог я вначале там подключусь и расскажу почему я вступила в носочную дюжину и за месяц мне нужно будет связать 12 пар носков ой не знаю как это все будет выглядеть ну в общем как то так я уже не буду сейчас показываться вам лицом в кадре мне кажется я все уже рассказала и показала и как всегда хочу вам сказать спасибо большое за просмотре за за подписки за лайки за приятные комментарии а комментарии у меня только приятные спасибо вам большое за это и желаю вам мира добра и тепла до новых встреч пока пока